всем привет мне тут недавно стало интересно как парни относятся к своему телу сколько у них заморочек вообще относительно того как они выглядят сколько они весят есть ли у них живот нет ли живота и вообще действительно ли заморочки по поводу веса и внешнего вида только у девушек и мои сегодняшние герои должны ответить на все интересующие меня вопросы ну во первых худеет ли парни к лету сидят ли парни на диетах и обращаются ли они к пластическим хирургам все узнаете прямо сейчас я буду максимально гейскими надену леопардовую рубашку я буду говорить и какими-нибудь забавными интересными интонациями не буду стесняться себя потому что конечно такая проблема в обществе есть есть общество очень токсичное в нем много токсичной маскулинности и и фэдфобии и фэдшейминга и фэдфобии и фэдшейминга есть некоторый идеальный образ правильного гея в вакууме причем многие еще говорят что если ты будешь таким правильным геем то общество начнет тебя принимать нет не начнет короче как ты считаешь для парня внешность и в первую очередь как то как выглядит его тело это важный критерий ну да потому что говорят что мужчине в общем достаточно быть чуть симпатичнее обезьянка важный критерий если ты хочешь много партнеров для секса вот а так я думаю это вообще неважно то есть если ты хочешь быть привлекательным для девочек это важно наверное есть парни которым нравится толстая девушка конечно есть которые которые сами худые которым нравится ну которым нравится чтобы короче вот если я встречаюсь с каким-то толстым чуваком я могу там поугарать и жаробасина чё кого там пупи пи 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 пиццу видишь свою иногда хотя бы да да в зеркало наблюдаю то есть как бы как правило реально толстые не обижаются на шутки толстых ну собственно так же как и во всем я абсолютно спокойно когда моя толстая подружка шутит над тем что я толстая это абсолютно норм если кто-то со стороны меня реально это может прям жестко зацепить слушай у меня периодически складывается такое ощущение что по поводу того как по поводу своей внешности и вообще по поводу своей фигуры переживают в основном только женщины а мужчина ну вроде как бы толстый толстый норм жирненький пузико ну вот или все таки нет ну на самом деле есть в и правда но есть и неправда а парни как-то проще относится к своему весу или просто система на парней давит меньше потому что конечно же в первую очередь все нормативное давление оказывается именно на женщин но внешне да про внешность и поэтому конечно же в первую очередь вся дискриминация толстых это ну про девушек но на парней тоже конечно же оказывается это все к тому же учитывая что я гей там еще дополнительные всякие штуки начинают работать есть мужчины до которые соответственно сдают какие-то стандарты для своих партнеров партнерок да то есть для девушек и соответственно если это гомосексуальные мужчины то и для парней тоже поэтому когда ты толстый гей ты тоже выпадаешь из некоторого ну как сказать привилегированного круга потому что в гей среде очень много фэдшейминга очень много фэдфобии давит не только за то что толстые и не только за то что ты гей да при этом само собой давит тебя уже в гей-среде за то, что ты толстый, потому что вся гей-среда в основном, она более такая нормативная, она больше про культ тела тоже. Мне, например, нравится толстый мужчина. Так уж сложилась такая у меня жизнь. Вот. И я вот вспоминаю, что в десятом, там, одиннадцатом классе, когда я об этом кому-то рассказал, мне сказали, типа, что, как это вообще возможно? Ладно, ты гей, но типа, почему тебе нравятся толстые? Почему тебе нравится что-то настолько странно и неправильно? О, боже, да ладно, подожди, ну, стоп! Почему то, что тебе нравится толстый, может тебе как-то, я не знаю, это делает тебя хуже? Ну, вот потому что это что-то неправильное, быть толстым неправильно. Беда с башкой. Ну, типа того, да. Быть толстым неправильно, если тебе нравятся толстые, это тоже неправильно. Кому могут понравиться толстые? Боже, что с тобой не так? При этом у меня, по-моему, как раз в классе в десятом еще были отношения с девушкой, она тоже была такая толстая достаточно, и за это мне тоже прилетало, и даже я сам внутренне как-то стыдился. То есть я помню, что я все время пытался как-то ее оправдать. Типа, она толстая, но смотрите, она очень красивая, или там, она толстая, но такая фигуристая. И это отдельный аспект вот этой дискриминации про то, что мы все время пытаемся оправдать толстых, хотя они не нуждаются в оправдании. Наши тела, в принципе, не должны нуждаться в оправдании, только в уважении. Самое удивительное, что кроме как внешний, вот внешний облик, меня вообще больше ничего не парило. То есть ни здоровье, ни какая-то там там повышенная нагрузка там на организм, еще что-то. То есть мне просто было некрасиво на себя смотреть. Ничего больше меня никак не парило. эстетический вопрос. Ок, везучий, сука, вот реально везучий. Ну, правда везучий. Тогда уже ты смотришь на себя и понимаешь, что, блин, реально кусок сала, и это не круто, это не красиво. Ты загоняешься. Может быть, ты это стараешься не показывать, но в душе ты реально гонишь, очень сильно гонишь, вот, и как-то стараешься уже, начинаешь там понимать. То есть у меня вот, как было 170, я долгое время не вставал на весы вообще. Я боялся. Я понимал, что я пожирнел и боялся, но при этом продолжал падла жрать, блин. Но я люблю жрать, я гурман, я не обжор. Вот. Слушай, тем не менее, да, окей, ты везучий, со здоровьем, да, там вот повезло, что от веса твоего не ухудшается состояние здоровья. Но тем не менее ведь, а когда ты весишь меньше, тебе тоже в этом не комфортно? Или ты не весил меньше? Ну, минимальный вес у меня был, насколько я помню, 86. Я был прям, блин, не, я реально круто выглядел. Прям многие, то есть даже вот кто, ну, если сейчас смотрят кто-то из моих подписчиков, и они писали об этом мне, что типа, «О, чувак, мы у тебя нарыли фото, там, 2010-го, 2012-го года, ты там вообще такой, мистер пидовка». Ну, я такой, реально, как пидовка выглядел, там, синие волосы, там, зеленая борода, весь такой джинк. Но единственное, что меня выдавало из того, что я был когда-то жирным, это все-таки обвисший карман пузо и гинекомастия. Ваша одежда – это одежда, ориентированная на бодипозитив, на плюс-сайз, на что? Или это просто удобнее? Наша одежда ориентирована на девочек. Я не знаю, неважно, там, плюс-сайз, минус-сайз. С чего начинается размерный ряд? Чем заканчивается? XS 8XL. Потому что 8XL, понимаете, я делаю для себя, и несколько вещей я делаю для людей, похожие на меня комплекции. Ну, то есть, я не делаю акцент на том, что, вот, смотрите, у нас есть 8XL. У нас есть 8XL только потому, что я 8XL. Когда я стану 2XL, у нас 8XL не будет, скорее всего. Рил, ты серьезно? А ты хочешь стать 2XL? Конечно. Как только ты станешь 2XL, а что ты для этого делаешь уже? Не знаю, спорт, диета? Я не ем жирную пищу, я не ем, я не пью газировку. Скажем так, у меня просто, почему я толстый, конкретно я... Ну, то есть, минус-джанк, да, просто правильное питание, условно, назовем это так. Вроде того. Ты говоришь, что как только ты станешь размером 2XL, ты перестанешь выпускать одежду 8XL. Но ведь эти же люди, они не пропадут вообще из мира. Ну, я думаю, что, во-первых, актуальный размер заканчивается на 2XL в любом случае. Ну, то есть, актуальный в плане моих коллег, которые продают одежду, меня, которые я тоже продаю одежду, да. И просто, видимо, люди 8XL идут в магазины для толстых людей, то бишь, вот я там сам тоже сейчас вот затариваюсь. Но ты, тем не менее, похудел. Я похудел не специально. Опять-таки... Ну, это случайность. Охренеть, я обожаю людей, которые случайно похудели. Нет, я даже... Сука, как вы это делаете? Здесь опять получается, что, поскольку весь взгляд всегда направлен именно на внешность, на тела, мне почему-то приходится даже практически оправдываться за то, что я похудел. Расскажи мне, как у парней, как у девушек, я понимаю, да, каждая среднестатистическая барышня начинает худеть к лету. Причем начинает это делать примерно после новогодних каникул. Парни как-то готовят себя к летнему сезону, ну, например, хотя бы, да, там, из элементарного. Я, конечно же, в принципе, сейчас хочу привести свои отношения со своим телом в какую-то полную норму и вообще об этом перестать думать. Потому что я же столкнулся с тем, что, поскольку я был в обществе, у нас есть отдельная гей-субкультура, медведи, там как раз, наоборот, толстые условно котируются и часто фетишизируются даже. Из-за этого, когда я вот похудел резко на 23 килограмма, я был 115, мне начали говорить, что ты растерял все обаяние и все такое. Тебе отказали в ваших медвежачьих привилегиях. Что происходит? Ну, то есть, да, получается, что основная проблема в том, что люди, в принципе, очень много думают о чужих телах. И в этом основная такая проблема, что тебя, в принципе, отчуждают от твоего тела. Все хотят вот до него докопаться. Но при этом к худым еще не берут. Ну, при этом к худым еще не берут, но… Знакома ли парням вот эта история, типа, сидеть на диетах? Ну, я сидел, я сидел на диетах. Я помню, вот это вот, мой самый пик, это шоколадная диета, шоколадка в день, 7 дней подряд. Подожди, и кофе. Сколько угодно кофе. Мой бывший сказал одну очень классную фразу, которая мне нравится до сих пор. Один раз толстый всегда толстый. Я был в пятом-шестом классе, и я до, не знаю, 23 лет не мог смотреть на себя по-другому. Я, там, смотрел на себя в зеркало и все равно видел, что со мной что-то не так, что я толстый, хотя толстым я не был. То есть самое смешное, что когда я стал, правда, толстым, поскольку я уже знал про бодипозитив, знал про феминизм, я уже как-то проще себя воспринимал. То есть я сейчас смотрю на фотографии и думаю, ну, я же не был толстым, но вот так система устроена. На пляже раздеваешься, разденешься? Сейчас да. Сейчас да. Да, вот, кстати, опять же, это был буквально мой вот в этом отпуске, это был первый мой выход в люди, когда я реально без единственной мысли, и не потому что я был там в говно бухущий, например, да, а именно просто я спокойно, трезвый пришел, но там не пляж, там какие-то эти бассейны, всякая хрень. Я разделся без каких-то там заморочек в голове. Ну, когда ты, допустим, хочешь пойти там поскупаться, но ты сидишь в банке на пляжу, ну, потому что тебя стрёмно, тебя стрёмно там, допустим, перед чуваками, перед девчонками, перед людьми на пляже, тебе просто тупо стрёмно. Спокойно пошел, покупался, вот, ну, вышел из бассейна, повалялся, полежал на этих фиговинах для загорания, ну, короче, все хорошо. Ну, почему не задумался? До этого задумывался. Я недавно сделал операцию, вот, мне удалили гинекомастию, то есть у меня были здоровые сиськи. И здесь, и снизу, и отсюда. Вот если бы сделаем вот так, то будет ништяк. То есть даже сбоку уже отлично будет. Потому что здесь это не проблема, вот ситуация. Но это тоже не проблема, надо просто вот технически сейчас подробно. Вот здесь, я так понимаю, так разрезать, сюда тоже и чикс с этого. И вот этот кусок ткани весь вырезаете. Вот так, вот так, вот до ареолы. А вы потом взвешивать, да будете это? Вот хочешь, взвесим тебе. Мне интересно, насколько я похудею. Очень здоровые, больше, чем у моей женщины, а у моей женщины 4+. То есть гинекомастия – это прям, когда вот прям совсем гигантские они что-ли? Слушай, ну вообще гинекомастия в целом, ну скорее всего, да, кстати, люди, которые этим не болеют, они не знают, что это такое. Это увеличение молочных желез. Она бывает ложная, бывает истинная. Вот, как правило, это у хачков, у бывших, у настоящих, ну особенно у бывших. Особенно те, которые курсили там немножечко, баловались, вырастают вот эти сиськи. У мужиков от бухла, от пива в основном вырастают, потому что там очень много женского гормона. Ну и в-третьих, это гормональный сбой, особенно который с детства. Это истинная гинекомастия. Но в моем случае были подозрения на истинную, как потом выяснилось, у меня была все-таки жирный. Жирный. Просто жир. Просто тупо жир, который настолько… То есть он с детства был, и из-за того, что я худел, толстел, худел, толстел, он скомковался настолько, что, грубо говоря, когда я худел уже в данное время, да, он уже просто не рассасывался. И вот элементарный момент, когда вот я говорил 86-90 килограмм на мне было, у меня были сиськи. То есть там было вплоть до того, что я обматывался. Блин, я такие откровения говорю, что-то офигеть. Ужас какой. Я просто знаю, в какой глаз смотреть, чтобы вытаскивать из людей правду. Да. Вот. И вплоть до того, что там чуть ли не обматывался каким-то там, ну не пакетом, конечно, там эластичным бинтом, чтобы вот эти вот сиськи не выделялись, когда одеваешь обычную футболку летом. Ну, то есть это прям для тебя было капец стрёмно? Для меня это был пиздец. Ну, прям краш такой собственный. Я редко матерюсь в последнее время на ютубе. Настоящий краш. Потому что ютуб, он сейчас не любит маты. Нет, для меня это было действительно страшно. То есть это самый большой комплекс, который был у меня когда-либо в жизни. Самый большой. То есть от остальных я как бы ну вроде немножко там в психологию стараюсь там разбираться, еще что-то. Я как-то избавлялся. Я там бывало ходил к докторам, они помогали избавиться от комплекса сисек. Никто никак не мог помочь, кроме… Пришлось избавиться от сисек. …любимого хирурга. Внутри все дрожит ссыкотно. До встречи в новом теле. Ты хочешь поменяться? Ну, я не хочу поменяться, я хочу похудеть. Я же не поменяюсь вот этому. Я хочу похудеть. Просто скинуть пару десятков килограмм. Сколько тебе нужно? Вот сколько тебе хочется весить? Хотелось бы… Ну, сейчас я вешу 120, хотелось бы 100. Вот, то есть… То есть, хотя бы сотку? Да, да. Для начала, просто так, чтобы зафиксировать, и чтобы этому был стабильный вес. А, а ты хочешь просто увидеть себя в другом теле, или понять, как работает твой организм в этом другом теле? Ну, моему организму, лично моему, не комфортно в этом теле. То есть, я толстый не потому, что я хочу быть толстым. Я толстый сейчас, потому что так есть. Потому что, ну, я не могу стать худым за день. А представь себе, что у тебя, вот, вот, ты похудеешь, там, значит, до, я не знаю, до своих… Ну, например. Да. Все кубики вот тут, вот, все под шариком. А, нет, ну тогда 80, а сколько? Да. Вот, понимаешь, там 80… Ага. Восемь и такой сушеный, да, прям это самое-то. Вот. Ну, если ты… И влюбишься в толстую девочку. Ты будешь продолжать делать одежду максимум до 2XL, или все-таки на 8XL разойдешься под нее? Нет, ну, настолько толстая это… 8XL, вы понимаете, это очень большой размер. Ну, типа, это правда. Ну, это какой? 160 кг должен быть весь человек, чтобы ему было по размеру 8XL. Ну, 8XL – это… до колен. Да? Это как платье. Рил? Да. Я покажу шрамы и как это все выглядит непосредственно. То есть, вот, как видите, еще небольшая отечность есть с двух сторон. То есть, шрам начинается от этой спины и заканчивается этой спиной. То есть, он вот так вот проходит и вот так вот вверх здесь идет. Получается, соски переносились. Слушай, а когда-нибудь тебя упрекали в том, что вот до этого тебя довел именно лишний вес? Ну, кто-нибудь тебе говорил, там, типа, «Чувак, ну ты же понимаешь, что если бы ты там не жрал, то не было бы у тебя этих сисек и все было бы нормально». Слушай, ну, это, наверное, самое частое, что я слышу. И при том, даже вот выпустив ролик, я проговаривал, неоднократно проговаривал, что вот, так и сяк, что, ну, реально я занимался. То есть, у меня был проект, опять же, на канале, назывался «Охудевший», где я просто, то есть, у меня лютое похудение шло. То есть, мне, по-моему, 50 килограмм надо было или 30 за три месяца скинуть. Это же зверство! Меня дрочили, я в спортзале умирал, при этом я худел, худел, худел. А сиськи, понимаешь, когда ты, короче, худеешь, сиськи не уменьшаются, и это становится еще виднее, и это еще больше тебя загоняет. Я тебе открою секрет. Бабам такая херня неведома, потому что, когда бабы начинают худеть, в первую очередь сдуваются, сука, сиськи. Я тебе отвечаю. У меня получилось сделать какое-то радикальное принятие себя. Оно было немного читерское, потому что, когда я оказался во всем этом медвежьем кругу, во всем этом медвежьем движении, там такой типаж, как у меня, он достаточно привилегированный. То есть, я выгляжу достаточно маскулинно. И вообще, для толстых парней их полнота часто ассоциируется с чем-то хорошим. Опять-таки, даже есть какая-то правильная полнота и неправильная полнота. Вот если ты такой большой, широкий, такой немножко, может быть, даже подкачанный, то ты правильный толстый. Но если ты просто там какую-то другую фигуру имеешь, то это сразу по-другому. Рыхлый, блеклый. Да-да, типа того. То есть, это все равно… Некоторые даже всегда начинают говорить, что вот ты толстый, но тебе идет. Ты толстый, но ты по-правильному толстым. Это все еще дискриминация. Не бывает правильных-неправильных толстых, не бывает правильных-неправильных тел. Но я говорю, мне повезло. Я выглядел так, что это вписывалось вот в понятие такого симпатичного медвежонка. И поэтому я начал нравиться мужчинам, и это помогло. Это помогло до какой-то степени, но потом я понял, что в этом есть очень много фетишизации. То есть теперь меня все еще воспринимают только за мое тело, но с какой-то там положительной стороны, со стороны как сексуальный объект. А у тебя были какие-то партнеры, которые не толстые? Да, были. У меня вот был один не толстый партнер. Но ты же в любом случае воспринимаешь человека, а не форму его, правильно? Я к этому прихожу. На самом деле, почему я говорю, что вся моя жизнь связана с толстыми? Я сколько себя помню, меня привлекали только толстые мужчины. Я даже очень долгое время не думал, что я гей, потому что стереотипный образ гея – это какой-то худой мальчик, какой-то более словно слащавый. Я помню, что я даже не понимал. Я смотрю на толстых мужчин, довольно взрослых, и мне прям нравится. Я такой, что это? Неужели я гей? Потом оказалось, что я гей. Привет. Да. Какой, на твой взгляд, должна быть девочка? Ты воспримешь? Ну, какой. Я не знаю. Какая есть, такая есть. Значит, какой она должна быть, для кого должна быть. Ну, не знаю. Обратишь ли ты внимание на толстую? Я лично не знаю. Смотря, как она будет одета. Как она будет. Девушка в современном мире – это образ. Мужчина не воспринимает ее как «О, красивая жопа», «О, ничего себе». Вот. Он воспринимает ее походку, ее волосы, ее общение, мимику. Это много всего. Это сборный образ. Ты не можешь так, типа… Ну, ты не будешь сейчас с девушкой, не будешь обращать на нее внимание только из одного параметра. Девочкам нравятся жирные парни? Толстенькие? Или, опять же, здесь как у парней с девушкой? Есть. Группа людей, группа девушек, которым это нравится. Это так же, как и парням определенным нравятся толстые девушки. Ну… Типа лол. Для тебя возможность строить отношения с девушкой не зависит от того, сколько она весит и до какого размера у нее жил. Ну, скорее всего, да. Хорошие бренды, именно хорошие, модные бренды, которые мне хотелось бы купить. Я не могу на себя купить. Они шьют. Я говорю, вы, сука, что на китайцев шьете? Вот так вот еще про вирусы пошутим чуть-чуть. Я коллекционирую шутки про коронавирусы. Вот эта вот штука, блин, она максимально напрягает, что просто это крайне редкие бренды и крайне редко в каких-то определенных коллекциях они такие, ой… Точно. Точно. Жирные же есть. Надо бы им тоже какого-нибудь дерьма. И причем, ну, как правило, это стандартные джинсы. Я вот говорю, я хочу, например, рваные, ссанные какие-нибудь, там, все разрисованные. Хер. Не найдешь. Только сам рви, разрисовывай. Сейчас ты получаешь в свой адрес какие-то там насмешки или еще что-то? Ты понимаешь, да, о чем я? Конечно. Дизайнер и человек, который работает вообще в сфере стрит-wear, да? Да. Это как бы такая… Ты помнишь, да, как выглядят стриты с недель моды, там, вот это вот все, вот эти вот все скулы, там, вот такие вот… Сейчас все по-другому. Сейчас… Точнее, даже не сейчас, какое, лет десять назад началось уже все по-другому. Типа… Ну, рамок нет, да? Неделя мода мужская, неделя мода женская, такого уже по сути нет. Это очень сильная условность. Нет. Да, этого нет. Правильно. Но, тем не менее, жир там по-прежнему ненавидят. Там ненавидят толстых, там их не принимают. Я бы не сказал. Я знаю много людей с тусовки, фотографов тех же, которые, ну, толстые ребята. В Рашке, наверное, такого особо нет. И то я… Ну, если я призадумаюсь, я могу искать пару ребят из фэшн-индустрии в России. Я поняла. Что мне нужно? Просто вот этот мальчик живет в мире розовых единорогов и каких-то радужных коней. Да нет, я живу в мире, который я создаю сам внутри себя. Вот. Я поняла. То есть все зависит исключительно от твоей башки. Ок. Подожди. А сейчас, я так понимаю, что ты тоже не получаешь никаких ни оскорблений, ничего в свой адрес или может в спину? Бывают иногда… Смельчики. Вот недавно у меня была съемка с Катей Кищук, типа, и… Ну, она меня отметила там на одном из постов в своем инстаграме. Ну, и был какой-то минимальный хейт, но он не был обиден на меня, потому что он был слишком… Ну, они не могут мне хейтить так, чтобы я это сделал, потому что они меня не знают. Они не знают там внутренний мир, они не могут меня задеть за живое что-то. А, понятно. Они просто говорят, ебай, да ты толстый. Я такой, да что, я толстый? Я толстый? Не может, этого не может быть. Боже, я… Я такой, я звоню, я звоню маме срочно, такой, мама, что я толстый? Она говорит, сынок, нет. Жена у тебя очень худая, очень подтянутая, очень… Хорошенькая. Очень такая прям… Да, мне нравится. Те-те-те. Не просто ж так ее выбирал. Случилось. Я понимаю, что странно, конечно, говорить об этом вот так, когда она прям тут, но тем не менее. Никогда не говорила тебе, слушай, чувак, давай там, не знаю, пойдем в зал или там что-нибудь там или… Она мне говорила… Или там, давай бросим жрать. Она мне говорила, пойдем в зал, но она это говорила, потому что она сама хочет в зал, и типа ей одной скучно. Я сказал, блин, да ну нахер, давай лучше домой купим себе этот станок, короче, и будем заниматься, но до сих пор ни в зал не пошли, ни в станок не купили. А, да? Ну слушай, дома тренажер будет лучшей вешалкой для футболок. Ну, скорее всего, поэтому и не купили. Опыт. Опыт. Ну, это такой, знаешь, двойной стандарт. Практически, да? Я за всех, все классные, все молодцы, мы принимаем всех, но люблю я все равно только то. Ну, то есть… Я понял, я понял вопрос, я отвечу. Бодипозитив не просит любить вас, все тела, даже в сексуальном смысле. Никто не требует, чтобы вы хотели всех. Как правило, к нашему вот возрасту, как у меня, у нас уже точно все вкусы, все сексуальные предпочтения сформированы. И мы не можем на них повлиять. И никто от нас этого не требует. Все, о чем говорит бодипозитив, это элементарное уважение, это проявление уважения к чужим телам. Да, но ты же любишь не только тело, но и то, что внутри этого тела. Ну, если мы говорим про какую-то романтическую любовь, то это, скорее, как раз обычно совсем не про тело, да? То есть мы влюбляемся во что-то… Это вообще не про тело. Да. Если мы говорим про какую-то сексуальную любовь, все про… Про страсть, да. Про страсть, то у меня это в основном вот к толстым мужчинам. Я говорю, я могу по пальцам руки пересчитать, но это не сделает меня каким-то неправильным бодипозитивщиком. Потому что я говорю, я не обязан любить все тела, я уважаю все тела. Я никогда не подумаю сказать, что с чьим-то телом что-то не так. Потому что его тело, их тело, их дело. Ага. И, соответственно… Ну, то есть мы не имеем права шеймить тех мужчин, которые говорят, что у них на толстых баб не встает. Мне кажется, мы вообще шеймить не должны никого просто. Так все-таки, мешает вес парням или все зависит, все всегда в башке, по-честному только? Да, конечно, в башке. Ну, нет, я в юности загонялся. И когда социум и общественность это чувствуют, она чувствует неуверенность, она чувствует там какие-то страхи, она еще что-то чувствует. И к тебе относятся, ну, реально, как это. Типа, эй, чувак, ты кто? Типа, что ты за говно? Ну, про девушек тоже самое. Вот, а когда ты говоришь, что вы все говно, говно должно молчать, когда я говорю. И, как бы, и все. Короче, чуваки, все правда в голове, всегда. Если кому-то что-то не нравится, пак ю, гайс.